привет 12 июня ну короче понедельник выходной день и я почему по выходной день потому что сегодня праздник я вас всех поздравляю с дном россии и мы идем на секонд-хенд там нужно купить мне нужно ремень я там его присмотрел не шорты хочу все посмотрите что вчера мы были в симоле я ничего то там не нашел вот это видео посмотрите как мы там тусили и соответственно надо будет посмотреть уже в секонд-хэнде шорты да что-то еще нужно короче прохладно не останутся только зашел и первое разочарование капец ремень купили там был такой классный ремень и его нету приколе забрали и чем не теперь делать при пойду пожалуй же не дженни короче ремень был кем-то куплен как я ж тебе сказала разбирали там офигенный модный кто не знает я покажу как выглядит этот секонд-хенд магазин такой он большой обувь вот эта вся женская приколи сапоги от резиновые для рыбаков женька там что-то на сумках это все по цене этот футболки мужской вот там вот тоже духи продают что ничего я не внимательно смотрел что-то получил нас она дними два вот это куда я смотрел вот так у меня в джорджи ну конечно вот именно должен быть глянцевый вот такой и вот эти окантовочки должны быть такие видите на как объяснить короче видно на запаяние как можно было посмотреть вот первый раз женя нашла смотрите какой штук бдсм будем снимать у меня есть ремень я уже его забираю женечка взяла вот такое нижнее белье или как она называется чё поиграем сегодня реально сколько стоит 3 500 отлично берем и мой 600 получается 4 100 набор на игрушку так повернись высока но только не в пору хорошо так еще черные тоже великоваты на до великого не подходит вышли на улицу а пошел тут ночью моросить короче шорты нет я купил себе только ремень женя подмерила шорты вы видели не взяли больше ничего для меня шортов тоже не оказалось так идем на остановку и еще даже не знаем куда едем либо еще в какой-нибудь секонд-хенд либо на набережную корневых сейчас посмотрим приехали мы в район гагаринский юмашево туда обратно до секонд-хенджа я говорю здесь два секонд-хеда но я помню мы были здесь в них я думаю ничего не будет шорты здесь посмотрим а ты себе что хочешь посмотреть топ и сарафанчики но предварительно пельмени что пельмени где пельмени а помнишь мы когда приехали первый раз севастополь в своей так сказать жизни ну в сознательных взрослых то мы отведали здесь цветных пельменей помнишь красный но где-то на вкус они нормально да это сеть веком сами называется какой краснодар не это севастополь скажите это севастополь или краснодар покажи не выбирает я ожидаю делать нечего посмотрю мультфильм класс мой любимый не знаю как называется но очень интересно знаю я себе ничего не ношу обувь присмотрел или на кроссовки там больше ничего не крем еще хотел не было ничего покажения здесь подожду может чем-нибудь я посмотрю себе шорты сейчас будем выходить короче ребята вот такие шорты но немаловатыми наказали а так модель неплохая ли начинает примерку вот она где-то украла бабушкин сундук платье бабушки фросси бабушки агафьи вот видите один там комбинезон и есть вот его я хотела бы смотри как он выглядит белый такой прикольно самолон до маленький получил тут не застегивает а сзади как ну да маленький жалко он тебя сплюснул попу не пойдет на задумка неплохая секонд-хендом покончено сейчас едем на набережную корнилова там погуляем и я хочу вкусную шаверму кушать за 200 рублей она там нереально вкусно возле вот этих ворот или входа так она называется графская пристань вот там опять такой ларечек небольшой вот такой микроскопический метр на метр дам чувак готовит обязательно будете всем если попробовать прибыли мы в центр здесь невероятный аромат короче аллея липы с одной стороны дороги ответ такой аромат приятно на сейчас цветет кла служение сейчас пойдет сестре как я понял они пойдут в кафешку я побегу за шовер мой вот она липа как цветет классно офигеть там море а это улица как она называется в короче центральная не помню как она называется гоголя не гоголя аллея посмотрите на этого монстра огромный платон у здесь как зелено как красиво примерно в неделе три назад или месяц уже назад скамейки здесь окрашивали заново делали ну окраску потом жители жаловали что садится и пачкаю но если садится пачкает одежду короче все убирали полностью эти деревяшки если они деревянные пластиковые и потом все окрашивать мы как-то же не гуляли вечером недели две назад вообще не было одни вот эти как они называются корпуса или как их правильно назвать скамеек лавочек а сейчас уже смотрю поставить все пусто было вот эти одни черные кованые штуки были да вот так вот денег замутили на новых лавочках оказывается окрасили какой-то ерундой красиво таких ум бы здесь народу гуляет да смотри какая красота сейчас я вам про цветочки немного буду снимать а я иду за шавермой с каждым днем все зеленее и зеленее здесь в центре интересно классно мне нравится я сейчас один час скользил шаверму и буду кушать у моря пойдем в одно с вами место интересно где мне нравится сидеть так релаксировать в одиночестве и женькой и там посидим покушаем шаверму а потом уже встретимся с женькой и сестрой но перед тем как купить шаверму и покушать я схожу в отвратительный общественный туалет вот здесь в парке вот я сходил в туалет ребята кран открыл видеть время скажут что я описался просто жуткий мыло грязная фу весь пол мокрый затем залила чем-то позорище ужас ну а куда я еще больше скажу мне уже приперло а что это что это происходит поддержка спецоперации поддержка требования народа о восстановлении государства а также выражение требования народа вот тут одна женщина мне сказала недавно продавец что украины скоро не будет это правда украина войдет состав нашего отечества потому что наше отечество восстановит границы которые более при окончании войны на момент но украина будет как государство или уже не будет сейчас они туда она не вышла из советского союза соблюдением всех законов а незаконно я понял понял спасибо а теперь все мне понятно все стало на свои места все четко понятно человек объяснил как мы вот эту макулатуру утилизируем и такое видео больше никому показывать не будет не дай бог такую литературу читать я лечу за шавермой как на ракете на формуле-1 никак не могу море показать вот отсюда покажу пока светло вот такое вот море вот этот ваш знаменитый памятник затопленным корабля ну и теперь я продолжу свой праведный путь за вкусный шавермой а здесь мужики каждый день рубятся в шахматы капец а вот там вот ракушка так называем сегодня там был концерт полицейские охраняют я только что прохожу в полицейском руках себя нормально тихо все такой был ответ а вот площадь нахимова до гуляет народ я в куртке уже жарком нет много полицейских много военных автомобилей вот таких вот таких вот таких очень много так а у наша шаверма там наверно очередь километровой тит твою мать точно вот очередь я занял но я думаю это минут сорок точно а женя уже звонила говорит давай встретимся где ты ходишь а я сказал нет договор был такой пока я не покушаю вкусную шаверму в уединении пока не помедитирую никаких встреч поэтому жду занял очередь за немолодым человеком и жду я ей завладел вот она на этот раз я взял сыр на друга видно я не знаю пока чем отличается пока только по цене стандартно 200 мы брали а это 260 но здесь вроде как 450 граммов стандартный 340 240 вкусно куа дожди правду начал моросить но не у меня шаверма вкусно с 8 салатиками а где женька с ленкой говорит где-то мы тут были на покушаем короче здесь вот в такой локации скамейки уже мокрые я не присяду наверно буду стоя но покажу вам море вот такое я принял сложное решение не буду я сидеть вот здесь потому что дождь моросит а там нет нет без прятаться и зонта у меня нет я пойду по набережной куда где памятник затопленным кораблям генгу там встречусь думаю с ними они где-то там рядом звонить не хочу так если встретимся то встретимся если нет то не судьба короче можно брать стандартно нет сыра в сырный по крайней мере я уже заканчивал и ничего нету на их чуть-чуть тут езда реально вкусно ну сыра нет и я не думаю что здесь 400 грамм где овоем момент вкусно не могут рваться даже никуда не хочу идти союм под деревом ты возле памятника и вот такой у меня вид ребята там телевизор смотри так и подруги найдут девчонок вот эта женщина впереди с флагом идет она уже минут 30 возмущается что туалеты стали платные в парке по 30 рублей говорит такого никогда в жизни не было проходит возле туалета и кричит я позвоню разважаем что это за ерунда с дном россии вас дорогие за севастополь за путина а туалет 30 рублей это кстати она но горечит за севастополь за путина за победу вот такие вот чудеса мозговой деятельности движения лена посмотрите мой блог давайте встретимся где-то вы где я не могу вас найти у меня кстати даже на вызов на телефоне нету этого денег чтобы вызов сделать а же не сделал просьбу перезвоните смс-ку она не перезвонила игнорует маны о какой газончик смотри как красиво да газончик чистенький там фонтан ярмарка какая-то я вышел на площадь это сувениры это все для туристов которых наверно недостаточно а весь сувениры а напротив пища разная пища например севастопольский пряник стоит 100 рублей молочный коктейль 150 что еще у нас есть мороженое разное не видно все это по телу здесь у нас чистая линия эскимо там море закат я уже показал ну и здесь тоже какие-то сладость мороженое короче разного не буду туда заходить не думаю что интерес а я по-прежнему не связал я вышел на такую лестницу прикольную нет сверху вам вид сверху вам покажу папаньки набережная корнилова мокро дождь мелкий мелкий такой копы не противный но он есть а я по-прежнему гуляю один катерок он пчится один сейчас покажу вон он кстати была информация тоже какие-то зрители отдыхающие ехали на катере в таком переправлялись на северном и снимали видео бухте м по-рускому и охранники на этом катере наехали на них заставили удалять все видео типа нельзя бухту снимать основание какое вот нельзя и все не запрещено чем запрещено никаких ни указов ни законов ничего не вам запрещено и удалить капец я уже и женщину попросил говорю дайте телефон позвонить она набрала при мне на громкой нифига же они не отвечают ну все увели девчонок там и брюнетка красивая и блондинка вот и доигрался все свинцовые тучи над севастополем и кстати были вот там вот возле парка ой возле парка возле этого штык-меч памятника гуляли там на набережной вот тут вот можете посмотреть видео сейчас подказочка у вас вылетела сверху посмотрите там очень интересно мы женьки пробирали пробирались делали городской хайпинг очень интересно обязательно посмотрите так что там происходит что за соупотворение на бокалах играет мужичок пластинки искусство целое покой и умиротворение состояние в котором есть сейчас нахожусь я их отыскал уже не увидела пропущены 17000 штук и говорит объяснила мне говорит вот я тут мы кофе заказали они сидят прямо возле моря вот море а вот они ой женечка ой леночка иди обниму тебя красавица да что вы почему не отвечаете женька я так женщине сказал я нашел там женщину дайте телефон она позвонила и говорит что он не отвечает вот и все я врубили там и красавица 1 брюнетка другая блондинка же все у меня даже на вызов не денег и дать кто-то подкатил мы с ней посмеялись а его на чем все нашел славу аж отлегло ребят капец вышли мы уже из кафе попили кто кофе кто горячий шоколад вот вечерний севастополь а сейчас мы пройдем на пляж янтарный не вексю забываю бриллиантовый яшмовый хрустальный вот пройдем на хрустальный пляж который весь бетонят он практически все в центре пляже бетонный севастополь вот они две девочки которых я искал короче идем это туда подальше так а вот уже мы и выходим на набережную этого пляжа везде море 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 вот там памятник затоплены кораблям я моего всегда показываю всегда рассказы потому что это символ как вам такое здание еда вода алкашка тут цены просто очень низкий наверное самые низкие в по крыму ну и по севастополю точно видишь туда толпа студентов молодежи идет нормально кстати по качеству алкоголь там и алкоголь и продукты разные другие консервы всякие ну такое бакалея я вас сниму нова лена может замуж отдадим давай давай лена выпулива от бедра может и такое быть конечно конечно в общем короткая женя кричала саша если ты мне сделаешь предложение я буду в этом платье мне так неловко стала кафешка под стеклом легенькая музыка играет и вот вам строительные леса вокруг памятника которая реставрирует я такой вам 50 раз говорю бы зато вы теперь что знаете чисто профессиональный обзор города севастополь части а вот у вас по центру монстр стройка монстр театр оперы и балета по так называются и там памятника видите начинете на огромный стройка огромный капец просто но здесь красиво сейчас вечером за а здесь вот такие вот видите красота так вот туда и там вот освещается а мы пойдем вниз девочки девочки нам сюда там платно вот там кафе у меня аж немножко это галлюцинации такие но не галлюцинация как укачивает типа знаете смотришь когда на волну прикольно рыбаки русалки все здесь есть так сейчас мы спросим рыбака мы на пустые крючки ловите да он привязан сюда вот чтобы спрашивали ребята говорят да на пустые рыбы обман так вот девчонки они снимают и мы их снимаем все все попали во влог все попали так а мы идем туда дальше к концу набережала уже тут и заканчивается досталось буквально 100 метров и уже и уже заканчивается привет если что саша дример в ютюбе от написали так и вот мы подходим уже ребята к такой вот к скале вон там скала путь это мы кстати там сверху пробирались пробирались и было опасно что-то обсуждают обсуждают ну а дальше мы уже не пройдем тупик а еще дождь прошел наверх мы не заберемся поэтому сейчас об петлю сделали и вернулись домой короче если понравилось такое видео поставил лайк